Киоски с перчиками закроют, точечной застройки больше не будет, а ветераны получат дополнительную помощь. Сегодня депутаты Кировской городской думы рассмотрели несколько десятков актуальных вопросов. Подробнее Андрей Дозорцев. Если алкогольные напитки в киосках продавать нельзя, в ход идут лосьоны и парфюмерные изделия. В городе Кирове полиция насчитала около 85 ларьков, которые торгуют так называемыми перчиками. Для борьбы с ними правоохранители готовы на решительные меры. Уже в пяти таких киосках отключили свет. Потом Планово с представителями тоже встречался, проговаривал, мы есть решение суда, будем Планово их тихонечко увозить, удалять. И поэтому я думаю, что в этом году, в 15-м году, поверьте, ситуация в сфере алкогольной оборота вот этих перчиков, она изменится кардинально. Их не будет просто. На заседании Гурдумы депутатам представили кандидатуру на должность первого заместителя главы администрации. Александр Перескоков предложил на этот пост Ирину Щеголеву. Ее назначение депутаты поддержали. Другим вопросом стали изменения в правила внешнего благоустройства. Они должны усилить контроль за чистотой города. А вот протест прокуратуры на прошлое решение Гурдумы об ограничении точечной застройки депутаты отклонили, подтвердив свои намерения. Согласись со мной, что в далекие советские времена строилось комплексно, то есть в квартале, это был микрорайон, в котором было все, начиная от школы и кончая садиками и лечебными учреждениями. На повестке для сегодняшнего заседания Гурдумы стояла тема по реконструкции центрального рынка. В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что нужно создать условия для привлечения инвестора к реконструкции одного из важных объектов города. Дано согласие на вовлечение муниципального имущества в инвестиционную деятельность. Отметим, что после проведения конкурса по поиску инвестора, проектная документация реконструкции объекта будет обсуждаться на публичных слушаниях. Городские власти заверили, что в течение 2015 года изменений на рынке для предпринимателей не произойдет. На заседании приняли решение поддержать участников Великой Отечественной войны, которые живут в многоквартирных домах города Кирова. Дополнительная мера соцподдержки носит заявительный характер. Ее получат те, кто не воспользовался правом на жилищную субсидию по указу президента. В меру социальной поддержки предусматриваются проведение текущего ремонта жилого помещения в пределах 50 тысяч рублей. В преддверии 70-летия Победы депутаты поддержали предложение присвоить вновь застраиваемым улицам имена героев. Так в городе Кирове появятся улицы Героя Тимшина и Героя Скопина. Андрей Дозорцев, Максим Козлов, Вести, Киров.